Глава Пентагона Ллойд Остин привез в Киев черную метку для Зеленского, ведь украинского президента хотят теперь отстранить от власти залуженный с Порошенком. Тем временем Кремль готовит из Гиркина замену Путину, а Путин тем временем достраивает себе уже десятую супер-яхту. Вот такую вот мешанину из новостей, где правда соседствует с вымыслом и пропагандой, будем обсуждать на стриме в Ютубе 24-го канала с Сергеем Жирновым, бывшим советским разведчиком. Сергей Олегович, рад вас приветствовать. Слава Украине! Привет, Артем. Привет всем нашим зрителям и героям Слава. Два слова нашим зрителям. Вот, знаете, вы сейчас услышали этот анонс про десятую яхту для Путина, про Гиркина вместо Путина, про главу Пентагона, что приехал в Киев увольнять Зеленского и назначать вместо него президентом генерала Залужина. Вот напишите, пожалуйста, просто сейчас в комментариях под этим видео, напишите, что, по вашему мнению, из этого всего является правдой, а что вымыслом. Мне действительно интересно будет очень почитать эти комментарии, чтобы понять, как размышляют, как оценивают ситуацию наши зрители. Ну и, Сергей Олегович, вот все-таки предлагаю сейчас для раскачки обсудить эту абсолютно безумную, но при этом, сразу скажу, абсолютно правдивую новость о еще двух новых яхтах, что, оказывается, принадлежат Путину. Одна там 38 метров, вторая 51 метр. Это, на самом деле, безумные размеры, это безумные деньги. Но помогите, вот, понять, я кручу, знаете, эту новость в голове. Зачем? Зачем Путину вот столько яхт? Зачем ему 10 штук этих яхт? Я не могу понять. Знаете, что я придумал единственное, да? Что у каждого из двойников Путина есть право заказать себе одну яхту. И вот в зависимости от того, знаете, от степени паршивости этого двойника. Вот хороший ты двойник, у тебя яхта на 50 метров. Паршивый ты двойник, там тебя на черный день держат, не очень ты похож. Ну, вот тебе яхта на 38 метров. Потому что я не могу понять, зачем Путину 10 яхт, как ими пользоваться. Вы знаете, да, это, конечно, ни один нормальный человек понять это не может, потому что это за гранью понимания, за гранью логики, за гранью пагматизма. Вот это тогда, когда Путин коллекционировал все яхты. Он, кстати, не один такой был, потому что они все соревновали, все миллиардеры соревновались, у кого длиннее яхта, у кого больше яхта. Это старая история из детского сада. Вот в детском саду мальчики, когда выходили погулять и пописать, то все, значит, сравнили, у кого там что больше. Вот это давно доказано, кстати, это психологами доказано, психиатрами доказано, что вот эта старая история, значит, мальчики должны имеются обязательно размерами своих достоинств. И те, у кого, вы знаете, про машины то же самое говорят, то есть чем она у тебя меньше, тем больше должна быть машина. То есть машина – это всегда компенсация для тех людей, у которых, так сказать, есть какие-то проблемы природные. И мне кажется, что среди миллиардеров, ну вот машина для них мелковата, немножко вроде там, да, значит, какой-то там у тебя там у меня «Лексус», а у тебя «Мерседес», а у меня не просто «Мерседес», а вот у Путина теперь «Аурус». Вот я, кстати, всем советую послушать Сергея Асланяна, который является очень хорошим экспертом, ну вообще журналистом хорошим, очень хорошим аналитиком. И прежде всего еще к тому же экспертам по автомобилестроению. И он разбирает по косточкам этот «Аурус», который, в общем, типа русская машина, на самом деле там нет ничего русского, кроме каких-то наклеек, и то, по-моему, и те тоже не русские. Вот, так что это все, вот это советское детство, совковое детство, когда люди жили в нищете, когда люди были лишены очень многих вещей. Ну вот там, где семьи были приличные, там детям говорили, ну хорошо, ладно, у нас проблемы есть, конечно, материальные, да, но вот в такой стране мы родились, да, вот у нас в этой стране постоянно есть материальные проблемы, потому что она вместо того, чтобы отдавать деньги нам, она строит какие-то там ракеты, ядерные бомбы, подводные лодки, там, я не знаю, прочие всякие вещи, чтобы доказать всему миру, что она сильнее всех. Вот, но это, на самом деле, не самое важное, потому что важнее это твоя голова, важнее это твое воспитание, важнее, сколько книжек ты почитаешь, а не сколько метров у тебя яхта. Вот, и у Путина, значит, поскольку он книжек, судя по всему, читал мало, кто-то над ним издевается, что он, типа, только книжку «Колобок» еще помнит до сих пор из своего детства, вот, значит, он участвовал в этой истории, в гонке «У кого больше яхта?». Но вы знаете, самое страшное для нас, это то, что на определенном этапе он остановился в этой гонке. Вот все было бы для страны, для Российской Федерации, для вашей страны, Украины, и для мира в целом хорошо, гораздо лучше, чем есть сейчас, если бы он продолжал заниматься вот этими историями со своими яхтами. Потому что на определенном этапе ему перестала нравиться игра в деньги, ему перестала нравиться игра в бабло, и ему захотелось поиграться, значит, в таких монархов каких-то, большого, в имперцев. И возникла такая у него, я подозреваю, что у него возникло ожидание и надежда, что он станет когда-нибудь вторым президентом в истории планеты Земля, который нажмет на красную кнопку. То есть вот ему очень было завидно по отношению американского президента, который в 1945 году, значит, две ядерные бобы сбросил на Японию. То есть вот такие у него теперь центры удовольствия, да, совсем другие. Лучше бы он в какой-то момент отправился в путешествие на своей 50-метровой яхте, наконец-то стал бы наслаждаться жизнью. Но этот момент, да, прошел. Ведь на самом деле, я правильно ли понимаю, что он даже не сможет воспользоваться этой яхтой из-за опасения, да, морских дронов Sea Baby, которые могут эту яхту уничтожить? Правильно ли я понимаю, он же в какой-то момент отказался от самолетов, да, пересел на этот свой бронепоезд из кремлевского бункера в Алдайске на бронепоезде, потому что самолетом ему опасно, вдруг украинская ракета прилетит. Но и яхтой он не сможет воспользоваться. Вдруг прилетит вот этот морской дрон украинский. Ну, самолетом он все-таки еще пользуется, потому что, когда надо летать быстро и далеко, там, типа, в Казахстан или в Китай, он все-таки летает туда на самолете пока еще. Или хотя, кстати, вот, может быть, этот двойник действительно его летает, как утверждает генерал СВР Иволей Соловей. Вот, ну, правильно вы говорите, что он, в общем, боится теперь выходить в море на этой яхте. Он вообще, откровенно говоря, и раньше не очень, судя по всему, не очень был большим фанатом этого дела, потому что, может быть, он боится моря, может быть, у него морская болезнь, его просто мутит на волнах морских, когда он находится на яхте. Вот, но он захотел поиграть в солдатики по-другому. И вот его игра в солдатики – это игра такая реальная. Сначала Сирия, потом… Ну, вернее, сначала Чечня была, потом Сирия, а потом Грузия, вернее, Чечня, Грузия, Сирия, а потом Украина. Вот, и, судя по всему, ему игра в солдатики, вот, когда весь мир на него оглядывается, боится его, обсуждает его, значит, пытается учитывать его какие-то интересы, для него-то, безусловно, теперь интереснее, гораздо чем, значит, эти яхты, которые для него теперь это мелкота, да, то есть вот ему гораздо приятнее думать о том, сколько там нанесено ударов стратегическими бомбардировщиками по Украине, сколько танков украинских, ну, мы же понимаем, как он их считает, да, значит, у него там 18 тысяч уже каких-то бронемашин сожжено, у вас их в жизни никогда столько не было, если бы у вас было столько бронемашин, то я думаю, что вы давно бы уже выгнали всю Российскую Федерацию со своей территории, вот, ну, вот такие игрушки детей, и, вы знаете, это проблема, потому что я, кстати, не раз уже убеждался в том, что такое сложное детство когда-то, оно, в общем, всему миру, может быть, или там, по крайней мере, вашим соседям каким-то, аукнуться очень сильно, отсюда какие-то бывают маньяки, там, и так далее, ну, вот Путин явно пересидел, во-первых, у власти, и, во-вторых, явно совершенно он уже улетел какой-то, в какой-то потусторонний мир, и, к сожалению, психиатры его отпустили давно, выпустили, надо было его в Кашенко оставить, а вот его, значит, поставили Кремле на троне. Ну, видите, как говорят, власть развращает, да, а абсолютная власть развращает абсолютно, и, похоже, вот на сейчас, как раз на этом этапе Путин находится. Но, смотрите, все равно, все равно на теперь он все еще вынужден, знаете, оглядываться, какие-то все-таки у него ограничители есть. Я сейчас про те выборы, да, которые готовятся на 2024 год. Вот все равно мне, честно, непонятно, зачем он в это играется, зачем он продолжает имитировать вот это все. Я уже спрашивал вас об этом, вы говорили о том, только для того, чтобы оставить рабочие места, для того миллиона россиян, которые обслуживают, значит, этот предвыборный процесс. Но, тем не менее, да, вот запускается эта предвыборная кампания, и я сейчас об Игоре Стрелкове, да, мигзавце, который, тем не менее, сейчас вот в российской тюрьме сидит, и который сейчас говорит, что хочет баллотироваться в президенты Российской Федерации. Помогите с этим разобраться. Вот почему Стрелкову Кремль это позволяет? Вот многие утверждают, что, может быть, все-таки, поскольку Стрелков свой, ФСБшный, что его так, мол, хотят использовать для того, чтобы имитировать какие-то демократические процессы в России. Мол, посмотрите, у нас человек в СИЗО сидит, но мы даем ему возможность баллотироваться в президенты. Или же вы скажете, да, что у Стрелкова никаких шансов, а ведь были бы шансы, то его бы уже в сортире значили бы. Вообще и все, и то, и другое. То есть, во-первых, это, конечно, имитация выборов, и какая-никакая все-таки оппозиция. Но мы понимаем, что для Путина оппозиция очень удобна, когда она сидит в тюряге. Отсюда Навальный, отсюда Яшин, отсюда Карамурза, отсюда... И даже Стрелков. Причем Стрелков тоже туда же подсел, потому что он очень лихо наехал, кстати, на Путина в июле месяце, и там даже на Кабаеву наехал. Это явно совершенно не понравилось кому-то, и решили его присадить немножко. Но они все-таки побаиваются, потому что ведь Гиркинс-Стрелков это оппозиция своя. Вот вы правильно сказали, он же ФСБшный, да, и он Путина критикует не за то, что Путин ведет войну, а за то, что Путин плохо ведет войну. Он говорит, что если бы я, Гиркин, сел бы на место Путина, я бы эту же самую войну вел гораздо лучше, гораздо эффективнее, я бы там разбомбил всю Украину, и вообще бы давным-давно был бы уже в Киеве, и так далее. То есть в этом смысле он выразитель того самого клана войны, лагеря войны, который стоит справа от Путина, и он Путину нужен, в том числе для того, чтобы показать, вот видите, вы говорите, что я ужасный диктатор, а вот посмотрите, вот если не я, то вот Гиркин это еще хуже, чем я, Дугин это еще хуже, чем я, Малафеев это еще хуже, чем я, то же самое Пригожин, который был, ему же говорили, что это еще хуже, чем я. Хотя Пригожин, кстати, когда он начал говорить на политические темы, на геополитические темы, он вдруг оказался очень себе прагматичным человеком. Он же расхитировал Путин, он сказал, что, во-первых, сказка про то, что украинцы 8 лет бомбили Донбасс, да, и что это, так сказать, убили там такое количество россиян, что уже все уже, если бы не начать 24 февраля 22 года эту войну, то и уже на Москву пошли. Вот, и за это Пригожина убили. Вот, а Гиркин, во-первых, ему это нужно, чтобы выжить в тюрьме, в тюрьме, потому что чем больше... Его же, когда посадили, забывают людей, которые сидят, да, потому что вот и Навального уже так не каждый день мы поминаем, и Яшина не каждый день поминаем, и Карамурзу не каждый день поминаем. Вот, а он, ему надо выжить в этой тюрьме, и чем больше шума вокруг него будет продолжаться, тем все-таки чуть-чуть больше вероятность, что его не сразу замочат. Хотя, с моей точки зрения, его когда-нибудь замочат. Но они не хотят, наверное, делать из него какого-нибудь мартира, да, потому что если он умрет в тюрьме, явно совершенно по приказу Путина, то у него будет такой же статус, как и у Пригожина. У Пригожина все-таки статус такого мученика, который принял смерть от коня своего, то есть от, значит, от самолета. Вот, и Гиркин, конечно, он помогает Путину сохранять эту нишу. Они очень, на самом деле, сильно сейчас боятся этой ниши. Вот, я не знаю, видели вы это, не видели, но пошли митинги какие-то, заявки на митинги ООН, которые требуют вернуть их мужей из мобилизации. Вот, и это, на самом деле, довольно опасная для Путина вещь, причем очень серьезно опасная. Для него серьезно опасно. Сам по себе Гиркин для него не опасен, потому что он свой. Но какая-то часть вот этого националистов и неонацистов, которым импонировали идея Гиркина, она же сидит в спецслужбах, она сидит в армии. И Путин 23-24 июня понял, что все эти люди не собираются выходить его защищать. А некоторые даже вообще там отказывались бомбить Пригожина, и так далее. То есть, на самом деле, они ощущают, что у них нет никакой 82-процентной поддержки во все, что рассказывают. Это вот поддержка, это вот в каком-то публичном пространстве. Там Соловьев, Симонян, вот они про это дело рассказывают. Там Песков говорит, вообще 90% у него. Ну, если 90%, почему вы не организуете нормальные выборы? Почему Путин ни разу не организовал нормальные выборы? А это, кстати, ответ на это очень простой. Он просто, это принцип его абсолютно, его КГБшной натуре. То есть, он ведь в каком-нибудь 2004 году совершенно законно мог бы выдержать совершенно нормальные выборы и выпустить кого угодно, Навального, да кто угодно против Путина, и набрал бы свои 65% совершенно спокойно, которые больше, чем в любой европейской стране. Но он боится этого, потому что Путину совершенно претит сама мысль о том, что какие-то людички будут решать его судьбу, потому что он же ведь себя считает над народом. Вообще народа никакого в Российской Федерации нет, это все разговоры. То есть, он их презирает со страшной силой. Но при этом он не может отказаться, отказать себе в удовольствии получать все-таки эту поддержку, потому что она у него реально, конечно, была. Можно спорить о ее 82%, но я так думаю, что в 2004 году у него 65% точно совершенно было. У него проблемы начались с декабря 2014 года. Потому что в декабре, кстати, 2014 года, после аннексы Крыма, у него те же, вот даже, может быть, и 80% были. А вот с декабря, когда вдруг рубль рухнул, и все, и люди... То есть, Крым-то, само собой, это приятно, конечно, услышишь, но он далеко, а рубль, вот он у тебя в кармане. И когда у тебя накануне, значит, там, какого-то там, первого декабря он стоил 35 рублей давали за доллар, а в конце декабря 70 рублей за доллар, да, а когда ты получаешь в рублях, оплатишь за товары, которые импортируются, и ты вдруг увидел, что тебе надо в два раза больше рублей платить за то, за что месяц назад ты платил в два раза меньше. И вот здесь проблемы у Путина начались, и потом дальше это все уже только развивалось по нисходящей. И, в общем, сейчас ему, конечно, нужна эта поддержка. Она ему... Вот кто-то из моих коллег, экспертов, которые больше занимаются всякими политтехнологиями и выборами, они говорили, что ему это нужно для того, чтобы не полностью зависеть от силовиков, чтобы вот у Патрушева, у Бортникова там и у прочих всяких силовиков не было ощущения, что без них он ничего не может сделать. Но вы упоминали вот этих жен мобилизованных, да? У них, конечно же, чудовищное, по мнению украинца, да, требование. Они же не требуют от Путина вернуть своих мужей с этой войны, да? Они требуют вернуть, дать отдохнуть, лучше вооружить, а потом отправить назад украинцев убивать. Поэтому сочувствия к этим женам у меня нет совершенно, но тем не менее, да? Они вот теперь организовываются. И помогите понять, насколько эта организованность может масштабироваться в нечто большее, в какое-то там политическое антипутинское движение. В том плане, и почему им позволили, да? Вот казалось бы, очень просто, возьмите, разгоните, не разрешите, но нет. Окей, пусть в Новосибирске не в Москве, пусть не на улице, да, с митингом протеста, а пусть в Доме культуры, но им позволили собраться, и они о себе рассказали, заявили, о них теперь знают. Ну, то есть, все-таки, знаете, какое-то движение пошло. Зачем? Почему? Ведь, казалось бы, проще и правильнее было бы просто на корню это все пресечь и моментально их разогнать, задавить в зародыше, как говорится? Нельзя. Нельзя, потому что их слишком много. Их слишком много, потому что, когда у вас 400 тысяч человек находятся на фронте с ружьями, с автоматами Калашникова, да, а у них, значит, надо умножить в среднем на 3, значит, сколько там получается? Полтора миллиона – это их семьи. Да, полтора миллиона – это уже 1% от населения Российской Федерации. Это немного, но это 1%. И самое главное то, что, вот вы правильно говорите, они, конечно, не против войны, но именно поэтому они могут это говорить, потому что они не против войны. Они за войну, но они говорят, наши мужья должны вести эту войну в нормальных условиях. Это нельзя разогнать, это нельзя запретить. У нас даже в советское время, кстати, знаете, было такое диссидентское движение, когда некоторые диссиденты боролись с советским режимом с помощью Российской Советской Конституции. Они требовали от советского режима соблюдения Советской Конституции, то есть право на тайну переписки, право на тайну жилища, право на личную жизнь, право на политические партии и так далее, право на демократию. Все, конечно, понимали, что это слабоблудие, потому что эта Конституция, она была написана для того, чтобы соблюдаться. Но таким образом их нельзя было посадить, потому что, а за что их сажать-то? За то, что они требуют исполнения Советской Конституции и говорят, что это антисоветщина, требовать исполнения Конституции, это антисоветщина, хотя на самом деле так и было. И то же самое с этими женщинами. Им нельзя заткнуть рот. И самое главное, другое, значит, представьте себе, начнут их массово разгонять. И не дай бог, а вообще это дойдет, это дойдет до СМИ, потому что сейчас закрыть информацию нельзя. То есть, если не дай бог их разгонят, а у их мужей, которые на фронте, у них автоматы Калашникова, танки, бронетранспортеры и так далее. И у них уже есть пример Пригожина, который сел просто на все свои танки, бронетранспортеры и поехал в Москву разбираться с теми, кто там вот чего-то им не додал. И вот представьте, что эти 400 тысяч человек, как в 16-м году или в 17-м году в Российской империи, возьмут, бросят этот фронт и скажут, нафиг нам надо бороться с какими-то украинцами, которые, строго говоря, земля это нам нафиг не нужна, это не наша земля, здесь все прекрасно понимают, что они борются ни за что. А там вот где-то их жену, их сестру, их мать, какой-то там ОМОНовец разогнал дубинкой, а не дай бог там выбил ей глаз, а не дай бог сломал ей что-нибудь там руку, ногу, там челюсть и что-нибудь такое. И все эти мужья с автоматами Калашника возьмут, снимутся с фронта и пойдут выяснять отношения с этой властью. Это чрезвычайно опасная вещь. Ну то есть тем вот женам, которых я абсолютно не поддерживаю, но тем не менее желаю российским этим женам как можно больше активности, как можно больше популярности. И вот по вашему мнению, если разогнать их нельзя, есть ли у них это понимание? Есть ли у них организатор? То есть есть ли у них политический лидер? Перерастет ли это в какое-то политическое движение или это все так и ограничится, знаете, вот такими вот мелкими требованиями? И я не знаю, как ФСБ с ними разберется? Запугиванием, да? Каждые из них будут приходить и говорить, если ты завтра выйдешь снова, мы твоего мужа отправим еще на год как минимум. Да, пока их мало, это может работать. Вот именно запугивание, потому что, ну строго говоря, как я вам говорю, их нельзя сажать, их нельзя разгонять публично, их можно только запугивать в секрете. Вот, но это все работает, пока их мало, а их же полтора миллиона. То есть пока их мало тех, которые решаются что-то сказать на камеру или какому-то там журналисту или еще что-то. Вот, больше того, это же происходит в третьем тысячелетии, когда есть YouTube, когда есть Telegram-каналы, когда есть наши с вами каналы, потому что если, я думаю, если вы найдете такую какую-нибудь жену, и ее проинтервьюируете, то это будет очень большая бомба в сторону Кремля. Я так думаю, что это стоит хаймарса, такая информационная бомба. Да, вот Путин не зря же в вашу сторону запускает теперь там третий Майдан какой-то, да, потому что он же понимает, что если спровоцировать в Украине какое-то недовольство и выплески его на улице, то действительно это ослабит и президента Зеленского, и политическую власть, и государственную власть, и военную власть в Украине. И поэтому я так думаю, что вам тоже, и, кстати, вот там каким-то силам специальных операций, разведки, военной разведки, политической разведки, надо работать в этом направлении, потому что если дать, вот сейчас у них, конечно, это спонтанное абсолютно движение, да, потому что это кусочки, где-то одна, где-то другая, где-то третья высказалась, а вот если им дать идею о том, что они должны объединиться, объединиться с женой, матери, отказать в этом довольно сложно власти, и запугать всех очень сложно, запугивание это абсолютно арифметическая вещь, если ты один, то тебя можно запугать, десять можно запугать, если вас выйдет сто тысяч, запугать не вас, а если вас выйдет миллион, а миллион вот этих самых жен, это серьезная сила, и я так думаю, что вот вашим специальным службам в Украине надо быть, я думаю, что на самом деле они этим занимаются, потому что это называется гибридная война, и это занимается, вот на это надо ставить, потому что это работает сильнее, чем любые западные санкции, потому что если, не дай бог, вот у него там что-нибудь начнется, кстати, вы обратили внимание, как быстро заткнули антиеврейский погром в Махачкале, быстро, очень сообразили, и Кадыров очень быстро вышел и сказал, что кто выйдет, три пули вверх, одну в лоб, и все, будем, вот они поняли жестко совершенно, что можно играться с этими вещами, но если отпустить этот конек, то полыхнуть может так, что мало не покажется, и остановить это будет очень сложно, вот, правда, теперь видите, Кадыров, значит, зазывает Путина, говорит, приезжай ко мне в Чечню, объясняйся со мной, давно мы тебя здесь не видели, вообще с 2012 года ты у нас не был, Вова, вот, к Лукашенке ты хоть три раза ездил, но ко мне вообще вот 10 лет как не приезжаешь. Я думаю, не рискнет Путин туда приехать, он понимает, что он оттуда точно не вернется от Кадырова. Ну, они туда паснут того двойника, который ездил в Мариуполь. Ну, Кадыров-то точно будет знать, что это двойник, соответственно, как бы может и не принять. Интересно, да, интересно, что это все перерастет, чем эта вся история закончится, но если можно, да, спасибо, кстати, вам за наводку, про жен вот этих мобилизованных, есть над чем поразмышлять, поработать, но если можно, да, об упомянутом вами Майдане-3. Вот, знаете, даже интересно, что россияне это назвали Майданом, ведь по их мнению, да, это военный переворот. Совершенно не так это воспринимается название в Украине, и мы даже первое время, там, первые, вот эти дни не понимали, а почему-то Майдан-3, а что в этом плохого? А как бы, а россияне, Кремль, хотели вот нам переворот устроить, отстранить Зеленского от власти. И, кстати, вот этот приезд министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина, российская пропаганда сейчас по своим каналам подает, мол, приехал менять Зеленского на Залужного, что привез вот эту черную метку. Помогите понять, в это верят россияне, вот в эту ерундень? Вот, неужели это срабатывает? Ну, те, немногие россияне, которые еще смотрят государственные телевидения, а их остается с каждым днем все меньше и меньше. Потому что, вы знаете, что вот у Соловьева и у Скамейкина у них падает аудитория, и они теперь постоянно там целыми днями уже дерутся в студии, они уже там, у них какие-то крамольные мысли начинают драться в студии, там Яша Кедми, который бывший КГБшник и нынешний КГФСБшник, теперь уже, поскольку в Израиле своя разборка, тоже устраивает разборки. На самом деле, ситуация у них обостряется. Все же ведь, они говорят, время работает за них и против Украины. На самом деле, время работает против всех и против России в том числе, и может быть, даже против России будет работать гораздо больше, чем против Украины. А когда они говорили про Майдан, это, безусловно, вещь, которая была предусмотрена, это экспортный вариант. Помните, вот жигули такие были внутри советские, и там, ну, все что угодно делали такое, внутренне советское, а кое-что удавалось куда-то там экспортировать, но все равно, и вот этот экспортный вариант, он не соответствовал советскому, он был сделан лучше, он хотя бы работал, в нем хотя бы там чего-то там блестело и так далее. И вот Майдан, это экспортный вариант, гибридной войны, потому что, конечно, внутри России они по-прежнему считают, что все Майданы – это все фашистские перевороты, которые были спровоцированы Соединённые Штаты Америки, естественно, Запад, всё это дело, да, но вот они же не могут это рассказать в Украине, да, потому что в Украине все понимают, что такое были Майданы, и поэтому они вынуждены использовать те названия, которые понятны украинцам, вот, но это очень смешно, действительно, это очень иронично, но те люди, которые продолжают ещё смотреть государственные телевидения Российской Федерации, у них же голова только для того, чтобы кушать что-нибудь там, да, вот там солёные огурчики, пиво там, я не знаю, там ещё что-то, водку, и у кого деньги есть, вот, и так далее, а мозгов там нет никаких, поэтому там просто можно запихивать всё, что угодно, они просто сидят перед телевизором в невменяемом состоянии, а те, кто размышляют, они не сидят перед телевидением больше, они уже смотрят Ютуб, кстати, поэтому проблема идёт, разговор идёт о том, чтобы закрыть даже Ютуб, закрыть Твиттер, закрыть там всякие ТикТоки и прочие всякие буржуазные средства пропаганды, потому что, ну, вот будете смеяться, но на моём канале 50% это территория, это аудитория из России, мне Гугл об этом сообщает регулярно, значит, моя статистика, вот, они мне говорят, что половина это россияне, вот, и россияне слушают нас с вами, очень внимательно слушают и размышляют, конечно, это не миллионы россиян, мне бы хотелось, чтобы их было гораздо больше, но, тем не менее, всё работает, всё работает, и, в общем, тихой сапой всё продвигается туда, куда нужно. Ну, Кремль точно хотел бы повторить вот этот золотой фаервол, да, золотую стену, которая в Китае с закрытием интернетом, с внутренним интернетом, с чебурнетом, ведь они планировали это всё, да, но в какой-то момент поняли, что не смогут реализовать, нет, у них столько денег, ну, и Китай-то это уже десятки лет делает, вот, немного опоздал Путин с тем, чтобы начать закрывать Ютуб. Это и в Китае не работает, это и в Китае не работает, и я так думаю, что в Китае тоже полыхнёт, потому что, в принципе, эти вещи не работают уже ни в одной, ни в одной стране, потому что либо Северная Корея, где просто нет интернет, да, либо если есть интернет, то всё, значит, люди найдут лазейку, найдут обходные пути, ну, да, может быть, там, дешёвые ВПНы бесплатные, они, может быть, там, их как-то могут с ними бороться, а если у кого-то есть, там, 15 баксов или 20 баксов на платный ВПН, то обойти можно элементарно всё, то есть, это, знаете, как, это вот как родить ребёнка, если вы его родили, то обратно уже засунуть очень сложно. Ну, знаете, Сергей Олегович, с другой стороны, очень приятно, я так себе понимаю, сидеть где-то в Омске, да, имея уличный туалет, но в то же время смотреть российский телевизор, где тебе рассказывают о том, какая великая, в какой великой стране ты живёшь, и тебе приятно в это верить, тебе хочется в это верить, именно поэтому ты смотришь российский телевизор, а не ищешь правду в Ютубе, а тем более, если заплатить надо 15 баксов за ВПН. Да, это, конечно, проблема, кстати, российского общества, хотя, в общем, даже его общество нельзя найти, российского населения, да, потому что в России нет народа, нет общества, потому что, конечно, люди, которые, там, я не знаю, а зато мы перекрыли Енисей, а зато мы делаем ракеты, да, а зато мы лучшие, самые лучшие в балете и перекрыли Енисей и так далее. То есть, ну, вот это когнитивный диссонанс, да, то есть люди не понимают, что ты с себя начни, вот ты сначала построи у себя чего-нибудь, и вот когда у тебя всё будет нормально, потом ты можешь уже смотреть, чего ты там будешь кому-то указывать левее, правее там в мире, вот, а они не умеют этого делать, и поэтому приятнее, конечно, просто сидеть вот, да, перед телевизором в занюханном каком-то Мухасранске, вот, с сортирами на улицах, но зато вот у нас там, значит, сарматы какие-то, но ведь видите, вот даже эти люди из Мухасранска, вот, я тут смотрел какого-то человека, у которого маленькая-маленькая частная компания военная, и он вдруг на российском Ютьюбе говорит, а где арматы, а где сарматы, а где современное оружие, и почему мы проигрываем, и он, кстати, гораздо сильнее критиковал Путина уже, чем Пригожин и чем Гиркин, то есть, на самом деле, это понеслась волна, она пока ещё не массовая, но у Путина проблема очень серьёзная, потому что ещё проблема другая, он надоел всем, он просто всем надоел, он обрыт, потому что 24 года сидит одно и то же, одно и то же мурло, и который повторяет вещи, которые все же понимают, что это вещи, то, что он говорит, вот, он говорит, у нас нет никакой инфляции, у нас всё замечательно, а люди идут в магазин и говорят, а сколько стоит батон хлеба, а почему батон хлеба сейчас стоит на 1000 рублей дороже? Путин же сказал, что у нас нет инфляции, да, а ему продавец в магазине говорит, ну ты иди слушай Путина тогда, если тебе хочется батон, то плати на 1000 больше, а если хочешь дешёвый батон, то иди слушай Путина в магазине, и на самом деле это на бытовом уровне, это все уже давным-давно, давным-давно всё понимают. Сергей Олегович, ну бог с ними, с этими россиянами, если можно, вот давайте всё-таки в Украину перенесёмся, сегодня у нас визит Ллойда Остина, по вашему мнению, да, вот с чем приехал глава Пентагона сюда, в Украину, зачем он приехал, лично приехал, это как бы, ну, значительный шаг в том плане, всё равно ракетные обстрелы, да, ракетные угрозы имеют место быть, но примечательно, да, вот сегодня целый день ни одной тревоги не было, и правильно ли я понимаю, да, что Путин, узнав о приезде главы Пентагона, мог отдать приказ, вот даже если вы что-то планировали на Киев сегодня отправить, то отставить нельзя, вот могло такое быть? Это не могло быть, а это так и есть, то есть, грубо говоря, Пентагон, когда планировал поездку Ллойда Остина, тогда по дипломатическим каналам, американцы сказали, что у нас едет Остин в Киев, россиянам, и имейте в виду, что мы едем, то есть это всё целенаправленно делается, это Путин с генсеком ООН мог себе позволить запустить ракету в двух километрах там от его резиденции, да, с американцами такие штуки не проходят, потому что они могут дать понять, что, типа, ну, если, не дай бог, что-нибудь прилетит к Ллойду Остину, то ответка прилетит немедленно, и совершенно не туда, куда вы думаете, да, вот мы с вами про бункер говорили, значит, ну, вполне возможно, что и на бункер намекали. Зачем приехал Остин? Остин приехал объяснять украинскому правительству, почему Байден не может обойти Конгресс, как устроена американская демократия, как голосуется в Конгрессе помощь, и что вот помощь украинская пока не проголосована, остатки выбираются, и всё, что можно будет дать, будет дадено в рамках того, что проголосовано. Возможно, даже они что-нибудь наскребут вне каких-то вот этих согласованных Конгрессом. возможно, есть какая-то возможность обойти немножко ограничения и дать что-нибудь там типа, я не знаю, там, кооперации между Министерством обороны Соединённых Штатств и Министерством обороны Украины. Вот, то есть он приехал успокаивать президента Зеленского и Залужного, что, ну вот извините, вот такая у нас ситуация, вот так работает западная демократия. Мы хотели бы очень сильно проголосовать тот пакет, о котором вы знаете, 106 миллиардов, из которых там 61 миллиард Украины, но вот Конгресс такой, и у нас расклад политический такой, и мы ничего с этим делать не можем, и будем вам помогать, будем делать всё, что зависит от нас, чтобы до, значит, Рождества, вот сейчас родилась шутка, значит, между двумя индейками, значит, между, значит, 23-го числа на этой неделе День Благодарения в Соединённых Штатах Америки, на который едят в четверг, на который едят, значит, индейку, и на Рождество тоже едят индейку. И вот между двумя индейками, между двумя этими праздниками главный приоритет для администрации Байдена, теперь, когда уже проголосован бюджет, то есть теперь, когда уже не будет шатдауна, по крайней мере, до февраля следующего года, это прогрессовать помощь с одной стороны Израилю, и с другой стороны Украине. Я думаю, что вот Ллойд Осин приехал исключительно для этого. А вот вы упоминали, да, негосударственные фонды. Насколько вот возможны вот эти альтернативы? Есть ли эти секретные фонды, из которых может быть продолжено финансирование, в случае, если всё-таки Конгресс, республиканцы не дадут голоса за вот эту инициативу Джо Байдена о 106 миллиардах, из которых 60 для Украины? Или же всё-таки нет подобного? Вы упоминали, что Ллойд Остин приехал пояснять, как это в Америке работает, но тем не менее, знаете, очень хотелось бы верить, что есть какие-то альтернативные варианты и секретные фонды Пентагона. Секретные фонды есть, но они не такие большие. Они по нынешним временам, потому что, опять же, их раньше было больше, но они обожглись, потому что были скандалы, там, Иран-Контрас, там, и так далее. То есть было уже несколько больших-больших скандалов в прошлом в Америке, поэтому теперь они очень сильно боятся использовать такие вещи. И, увы, они должны легализовывать всё официально через Конгресс. И поэтому, конечно, ещё несколько миллиардов есть в запасе, но фронт – это такая большая машина, которая пожирает миллиарды каждый день. И я думаю, что, на самом деле, Остина очень сложная миссия, потому что он, как глава Пентагона, отлично понимает вашу правоту. И он понимает, что... Ну, расскажет он это президенту Зеленскому, как это работает. Ну, а что, мы без него не понимаем, как это работает? Нам надо не рассказки эти, не извинения, а нам, так сказать, на украинском фронте нужны ракеты, танки, пушки, снаряды и прочие всякие вещи. И это, я думаю, что у него очень сложная позиция в этом смысле, потому что он, как бы, от лица Байдена будет говорить, но он-то там понимает, что, в общем, ваши запросы абсолютно правильные и обоснованные. И если бы он находился на позиции заложного, он бы требовал точно так же те же самые требования предъявлял. Ему очень сложно говорить, потому что, больше того, он приличный человек. Он же понимает, в общем, что каждый снаряд, который сейчас не на фронте, это, может быть, несколько жизней, которые потеряют ваши солдаты. И ему, как военному человеку, очень сложно на это отвечать. Но его послали с такой миссией. Ну, ему через два дня главенствовать на 17-м Рамштайне. Мне вот подумалось, что, знаете, очень было бы символично, если бы он этот Рамштайн провел онлайн, но из Киева. Вот решится ли Ллойд Остина остаться на два дня в Киеве? Потому что такого пока еще не было. Вот те политики, кто к нам приезжал, да, они утром приезжали, а вечером уезжали. Вот останется ли он на два дня? Будем посмотреть, было бы символично, но, конечно же, не факт. Тем не менее, вот поскольку Рамштайн вспомнил и наших европейских союзников, если в Америке что-то произойдет, да, не будет голосов от республиканцев, если, не дай бог, и не хочу, чтобы это произошло, что-то случится с Джо Байденом, да, ему сегодня исполнится 81 год. Вот если заблокируется работа Белого дома, если Соединенные Штаты не смогут дать нам помощь, по вашему мнению, смогут ли взвалить этот груз на себя европейцы? Сможет ли Франция, Британия, Германия сказать, ну, окей, да, у американцев проблемы, помощи от Украины, Украине от них нет, но мы готовы возместить, компенсировать, дополнить. Вот это реалистичный сценарий? Или в это нужно еще меньше верить, чем в голоса республиканцев за инициативу демократа Джо Байдена? И да, и нет. И да, и нет, потому что финансово это реальность уже, потому что Европа финансовой помощи в Украине уже больше дала, чем Соединенные Штаты Америки. Потому что это все-таки несколько стран, много стран, и поэтому там вот где-то оценка такая, что Европа уже 90 миллиардов, а Штаты примерно там 70 миллиардов. Вот, то есть уже на 20 миллиардов Европа дала больше. Но Европа в основном дает вам финансовую помощь. Это тоже важная вещь, потому что у вас же экономика наполовину упала, и надо поддерживать и бюджет, и выплаты, и зарплаты, и пенсии, и социалку, и медицину. То есть в этом смысле Европа вас поддерживает. На самом деле не стоит недооценивать, потому что вот та же самая Франция вам дает очень мало, я считаю, с точки зрения военной, но зато вполне себе прилично. Там, по-моему, миллиардов 20 она дала на вот всякие там финансовые поддержки. И в этом смысле Европа будет за вами стоять. А в военном, конечно, проблема заключается в том, что европейцы разоружились. Европа жила последние 70 лет без войны и поверила в то, что войны будет никогда. И стала просто реально сокращать все свои вооруженные силы. У французов осталось, я не знаю, по-моему, их армия там 100 тысяч сейчас. То есть в принципе это вообще... И это армия такая современного типа. То есть там большие бюрократы, которые приходят в 9 часов в казарму и уходят в 5 часов вечера домой спать. То есть это совсем не та армия, которая есть у вас или есть там, допустим... Ну, самое приличное, наверное, сейчас есть у финнов в Европе, кроме вас. Ну вот, вы на самом деле являетесь сейчас самой сильной армией в Европе, реально, на поле боя. И даже в мире, потому что ни одной армии на поле боя в мире не удавалось ничего подобного и схожего с украинской армией. Они, во-первых, не могут, потому что просто разоружились. И, во-вторых, они боятся отдать последнее, потому что вот Америка может вам отдать, на самом деле, гораздо больше, чем она реально дает. Ну и то, она придерживается, а вдруг Китай? А вдруг мировая война с Китаем? Значит, ну не отдавать же последние хаймарсы, а атакамсы Украине, хотя мы любим украинцев и так далее. А Европа же просто на одном континенте, да? Вот, ну как отдашь последние, а вдруг эти танки пойдут на Литву, на Латвию, на Эстонию, на Финляндию, а мы же НАТО, то есть пятая статья, и все, и вот нам надо вынимать последние запасы, и тогда вот надо будет их обрушивать на голову Российской Федерации. И, а раскрутить военную машину очень тяжело, потому что, опять же, это же непроизводственные расходы, на самом деле, вооружение штамповать. Вот, и поэтому проблема большая у Европы, но зато финансово, конечно, вас поддерживают все равно, и гораздо больше, чем американцы. То есть терять надежду не надо, все не так плохо, как может показаться, потому что это только Российская Федерация хочет, чтобы вы потеряли надежду. И, больше того, мы же понимаем, что даже если все от вас откажутся, это же не повод, чтобы вы прекратили воевать. Потому что в любом случае у вас есть свои собственные убеждения, у вас есть своя страна, у вас есть народ, который не хочет видеть россиян на своей территории, и в первые шесть месяцев вашим главным поставщиком вооружения была Российская Федерация. И, так сказать, есть такое ощущение, что, ну хорошо, ладно, ну вдруг они вот, вдруг все отказались поставлять. Ну что, Украина откажется вести борьбу за свою территорию? Да никогда, никогда в жизни. Абсолютно тут вы правы. Ну и, более того, дополню еще, что на самом-то деле очень много сейчас было сделано заказов и оплачено заказов наперед для европейской и американской промышленности. И даже если сейчас все поставят на паузу, все равно эти заказы уже оплачены, и они будут там на протяжении следующего года, двух, реализованы. То есть без боеприпасов, без оружия мы точно не останемся. И вот если вы уже вспомнили о Финах, не могу не задать вам этот вопрос. Возможно, у вас есть предположения, возможно, вы знаете, почему это происходит. Я сейчас про вот этот вот спам беженцами Финляндии со стороны Российской Федерации. Что-то похожее было со стороны Беларуси, когда свозили с Ближнего Востока в Беларусь самолетами и через всю Россию везли. Значит, туда, в Европу, беженцев этих отправляли, чтобы вот так досадить европейцам. Но сейчас и масштабы уже не те, и как бы там речь идет о десятках, о сотнях этих беженцев. Но, тем не менее, Кремль продолжает это делать. Зачем? Это вот, ну как-то это очень, знаете, мелко. Ну неужели вот этот сейчас уровень Кремля вот так вот мелко пакостить финнам за то, что они ушли в НАТО? Да, это уровень Кремля. Это абсолютно уровень Кремля. То есть там сидят, причем такие злобные. И это нас, на самом деле, это очень хорошая новость. Потому что если бы они финнов приглашали бы пить водку в Санкт-Петербурге и сказали бы, что для всех финнов теперь в Санкт-Петербурге бесплатная водка, то вот тогда бы я бы даже побоялся бы и сказал бы, это они могут нам совратить всю Финляндию таким образом. Потому что, по-моему, там остается сухой закон, то есть там все-таки надо куда-то там за границу ездить, чтобы. Что-то там выпить. А вот то, что они делают, это они восстанавливают против себя тех остатки тех финнов, которые еще думали, что ну нет, ну там Россия, все-таки братья, какие-то соседи и так далее. Ну, братьями они никогда не были, но все-таки Российская империя, Финляндия. Есть же какие-то люди, которые, в общем, не очень серьезно, пока вот их конкретно, к ним танк не въедет в их конкретный дом, пока вот у вас там не убьют вашу семью, вы еще будете говорить, что давайте жить дружно, как вот всякие там леваки говорят там про Хамас какой-то. Ну, зачем бомбить Хамаса израильтянам, да? Ну, давайте жить дружно там и так далее. Они же не понимают, что когда есть организация, которая ставит свою задачу уничтожения вашего государства, нельзя с нею ни о чем вести разговор. С Путиным нельзя ни о чем вести разговор, потому что он ставит задачу уничтожения украинского народа и украинской государственности или порабощения, скажем так, этого народа как минимум. Но они дураки такие. И слава богу, что они такие дураки, потому что если есть какие-то еще финны наивные, которые полагали, что с Россией можно о чем-то еще договариваться, то вот они сами, эти россияне, своими руками убивают этих наивных финнов, последних наивных финнов, и которые будут таким образом вспоминать, как они боролись со Сталином, вспомнят, может быть, даже о том, что их земли отошли к Российской Федерации и, может быть, скажут, а вы говорили про Донбасс, про Крым, что это ваше, ну вот тогда Карелия наша, а тогда вот там до Питера, по-моему, финские земли там были километров в 30 до Питера. То есть там есть чего им предъявить финнам, какой по гамбургскому счету. Сергей Ильич, спасибо. Под этим углом я вот на эту ситуацию не смотрел, теперь мне пояснили, с всеми другими глазами на это взглянул. Спасибо вам за то, что вы время нашли для разговора, спасибо за вашу аналитику. Отдельно, конечно же, не устаю благодарить вас за поддержку Украины. Спасибо всем зрителям, кто с нами был на этом стриме. Напоминаю просьбу о лайке и напоминаю о просьбе подписаться на канал, если вы почему-то на нас еще не подписаны. Конечно же, подписывайтесь на канал Сергея Жунов в том числе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!